Здравствуйте, в эфире канал Дивкор, и в этом выпуске мы порассуждаем о том идтили на выборы 18 марта, разберем электорат двух топовых кандидатов и одного недокандидата, решим арифметическую задачку и подведем итоги. Поехали! У России на данный момент есть два реальных кандидата, которые могут набрать большое количество голосов. Первый кандидат, конечно же, действующий президент, это самый явный претендент на победу. У Путина есть СМИ, которые подготовили людей к слогану «Если не Путин, то кто?». По мнению этих людей, именно Путин не допускает нападения США на Россию, и если бы не было Путина, то в их дворе вместо колдобе на дорогах, как от бомбежки, была бы развернута база НАТО. Также духовные скрепы, традиционные ценности, патриотизм и стабильность, звучащие из ящика и являющиеся прямой заслугой президента, несомненно, играют большую роль в определении граждан с их выбором, за кого голосовать. Но есть еще один плюс для тех, кто не решился, это плакаты типа «Сильный президент» или «Сильная Россия», хотя по мне, для Путина уже нет нового избирателя. За 18 лет тебя знает вся Россия, поэтому ты или за Путина, и знаешь почему, или ты против него, и тоже знаешь почему. Он же говорил, что надо убрать налоги, и одновременно, кадастровая стоимость земли, налог увеличился, торговый сбор по Москве, и значит, вроде как в будущем на все остальные, этот сбор. Я вопрос задаю, а что это все крестьяне в мире дешевле платят за солярку? Они говорят, а это дорожный налог у них же там лежит, а во сколько трактор они ездят по дорогам, то есть у них солярка дешевле. Логично? Логично. Спрашиваю, а почему у нас нельзя? У нас администрировать сложно. Вот я не понимаю, если правительство не может ничего, ну пускай уйдет само, потому что рано или поздно ему так и так уходить придется. Спасибо. Вторым фаворитом на пост президента является Павел Грудинин, и если с работой первого кандидата за 18 лет мы можем ознакомиться, просто проехавшись по дорогам нашей необъятной родины, ну или по ряду других отличительных особенностей современной России, то с работой Грудинина граждане телезрителя не знакомы совершенно. В СМИ по ящику про этого человека не упоминают, но как минимум сейчас, поэтому единственным достоверным местом знакомства на данный момент является интернет. И наше знакомство с ним началось с видео Василия Мельниченко, где в совхозе имени Ленина открылась школа стоимостью 2 миллиарда рублей. Понятно, что сегодня здесь не присутствовал, конечно, министр образования, хотя это лучшая школа России, и мы это видим наглядно. Но я вспомнил, министр образования явно поехала в те школы России, где нет туалетов, где нет канализации, она будет открывать это все там, конечно, немедленно строить будут. Они вспомнили. И Владимир Путин, который сегодня в Ярославской области будет вести урок для детей, надо было, чтобы он сюда приехал. И мы бы ему здесь преподнесли урок, какие школы должны быть в России, как должны работать хозяйства России. Президенту тоже надо учиться. Деньги на строительство были получены исключительно на доходы от сельскохозяйственной деятельности, а директором этого совхоза являлся и является Павел Грудинин. Дальнейшее знакомство с Грудинином шло и от Владислава Жуковского, и от Дмитрия Потапенко, и от Юрия Болдырева. Все эти люди поддерживают Грудинина и не поддерживают нынешнюю власть с ее стабильностью. Если для определенных людей понятно, за кого они пойдут голосовать, то существует другая сторона медали, те, кто не идет голосовать по личным соображениям или по бойкот выборов от Навального. Бойкот выборов – это крупномасштабная акция сторонников Навального, цель которой – снижение явки на выборах. Навальный, считая себя единственным конкурентом Путина, отвергает возможность других кандидатов победить. Как бы мы ни относились к Навальному, он оказывает услугу главному кандидату, снижая явку оппозиционно настроенных избирателей. Любой сторонник Путина, в каком бы он ни находился в состоянии, хромой рябой под мухой с температурой 43 градуса или при смерти, он придет на участок и проголосует за своего кормильца обещаниями, дабы стабильность и духовные скрепы и ценности продолжали шествие по его родине. Низкая явка оппозиционно настроенных избирателей повышает вероятность победы Путина, и на 6 лет укрепление стабильности нам обеспечено с вероятностью 100%. Только объединившись и голосуя за одного достойного оппозиционного кандидата, который допущен, который доказал делом, что он не балабол, который против действующей власти мы сможем эту самую власть поменять. Бойкотом выборов сторонники Навального не добиваются ничего, как ничего они не добились ни одной своей акции. Можно сколько угодно плеваться и кричать, что власть боится сторонников Навального и его самого, но в стране в целом от митингов Алексея Анатольевича пока еще ничего не поменялось. По влиянию на существующий строй митинги смогут только вылившись в революцию, но она никому не нужна. Тем более была не так давно одна в ноябре 2017 года, и как она прошла мы все уже знаем. Итак, у избирателей по сути сейчас три выбора. Первое, если ты за стабильность, духовные скрепы, традиционные ценности или за что-то одной из этих пунктов, то твой голос пойдет Путину. Второе, если ты против коррупции, хочешь поменять в стране все, хочешь хорошей жизни для граждан своей страны и в целом для самой страны, но твой президент только Навальный, то отсутствие твоего голоса идет в плюс к избранию Путина. Третье, если ты против коррупции, хочешь поменять в стране все, хочешь хорошей жизни и так далее и тому подобное, и плюс к этому ты уже начал подозревать и замечать хотя бы краем глаза, что Навальный заигрался, а менять что-то надо, то твой голос загрудинил. Тем более человек уже показал, как он управленец, достаточно взглянуть на совхоз имени Ленина, который находится под его управлением. Мы не собираемся рекламировать данного кандидата, вся необходимая информация по нему с огромным накрученным количеством дизлайков от сторонников Путина и сторонников Навального есть на просторах интернета. Просто поищите и сами для себя решите, в вашем избранник или нет. И, кстати, очень настораживало тот факт, что Навальнято против Грудинина даже больше, чем Путинято, о чем свидетельствуют около Навальновские блогеры. Ссылок, естественно, не будет. Существует и четвертая категория избирателей, чьи голоса уйдут другим кандидатам, но у них есть уже своя точка зрения против Путина из-за своего кандидата, поэтому их рассматривать не будем, тем более голосов эти кандидаты по отдельности наберут существенно меньше главных фаворитов. А теперь минутка арифметики. Допустим, на выборы пришло 50% населения с правом голосовать, 20% населения проголосовало за Путина, 15% за Грудинина, остальные 15% достались другим кандидатам. Вопрос, как распределяться проценты между кандидатами? А распределяться они так, 40% проголосовавших за Путина, 30% за Грудинина и 30% за остальных кандидатов. А теперь позовем хотя бы 20% от них голосовавших на выборы и попросим проголосовать, вы не найдете ни одного из них, кто отдал бы голос за Путина, ну или их будет ничтожно мало, так как все путнисты поголовно, как я уже и говорил, при любом состоянии души, пойдут и проголосуют за своего кормильца обещаниями. Пусть эти 20% проголосуют за главного оппозиционного кандидата и Грудинин получит 35% голосов от проголосовавших против своих старых 15%. Таким образом, уже 70% населения проголосовало и у Путина поддержка снизится до 28,5%, а у Грудинина вырастет до 50%, остальная оппозиция 21,5%. Естественно, это очень грубые цифры и они не претендуют на правдивое отражение реальных голосов избирателей, это просто арифметика, которая должна стать понятна для любого гражданина, который в ответе за судьбу своей страны. Ведь плохую власть выбирают хорошие люди, которые не ходят на выборы. Подытожим. Противостояние Путин против Грудинина вырастает до противостояния Путин плюс Навальный против Грудинина. Если вы не займете нужную сторону, то стабильность в совокупности с духовными скрепами продолжит укрепляться, и мы потеряем еще 6 лет развития для нашей с вами страны. Если вам понравилось это видео, посмотрите другие и подписывайтесь на наш канал, чтобы не продуплить новые выпуски. А на данный момент новостей больше нет. До новых встреч, уважаемые зрители. Пока.